В повестке заседания комитета 12 вопросов. Ряд из них вызвал серьезную полемику. В частности, депутаты ЗАГС Собрания так и не пришли к единому мнению по вопросу о выделении средств на поддержку свекла сахарного производства из регионального бюджета. Вопрос в итоге решили отложить. Не сошлись во мнениях парламентарий и по вопросу выделения дополнительных средств на покупку комплекса зданий на улице Горной для размещения там филиала Нижегородского Государственного инженерно-экономического университета. Я не готов сказать, что по всем вопросам шло обсуждение конструктивное. По некоторым вопросам, на мой взгляд, оно шло на уровне, скажем так, каких-то эмоций, не связанных никак со здравым смыслом. Но, с другой стороны, здесь народные избранники, каждый из которых имеет свое видение на жизнь. Мы должны с этим считаться и, в конце концов, будет рассмотрение на законодательном собрании в целом и рассмотрение еще разочек содержательно всех вопросов и дискуссионных и так далее. Особенно эмоционально Александр Шаронов отреагировал на предложение о снижении льготы для поддерживающих спортивной команды организации с 1 миллиарда до 400 миллионов рублей. Когда депутаты предлагают сократить льготу в два с половиной раза на полном ходу, это безответственно и даже, можно сказать, хулиганством, отметил он. Заместитель председателя ЗАГС Собрания области Александр Табачников в своих оценках был более сдержан. «Да я бы не сказал, что произошло что-то экстраординарное. Это обычная работа. У нас всегда на бюджетном комитете проходили жаркие споры, потому что каждый депутат в той или иной степени погружен в какую-то проблему или считает решение по данному вопросу неправильным. Это право депутата высказывать свое мнение. Бюджет изменился в соответствии с данными представленными Минфина. Это увеличение доходов на сумму более чем 2 миллиарда рублей, 134 миллиарда. Это сумма доходов бюджета, 143 миллиарда расходы, расходы увеличились на миллиард 700 и дефицит уменьшился на 400 миллионов рублей. Это основные параметры, за которые проголосовал комитет по бюджету». Александр Табачников отметил, что заседания комитета по бюджету и налогам традиционно проходят весьма эмоционально. Главное, чтобы аргументы каждого депутата были услышаны.